Абак-Тубе, несмотря на карантин, решили не приостанавливать ремонт дорог. Из-за введенных ограничений на улицах, значительно снизилось количество транспорта. Поэтому строительные работы не будут провоцировать образование пробок. Всего в этом году в областном центре планируют отремонтировать около 100 улиц. Последний раз эту улицу ремонтировали больше 10 лет назад. Поэтому состояние асфальтового покрытия вызывало много нареканий со стороны горожан. Здесь была яма на яме. Теперь дорогу не только отремонтируют, но и расширят. В конце улицы строится новый мост. Как только его сдадут в эксплуатацию, поток автомобилей здесь значительно увеличится. На улице Арынова отремонтируют 1300 метров дороги. По проекту здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. Ширина самой проезжей части увеличится с 7,5 метров до 15. Появится долгожданная ливневка. Преобразится и непроезжая часть. На улице будет освещение, а вдоль дороги тротуар. На все это потратят почти 600 миллионов тенге. Здесь в данный момент ведем земельные работы. Срезаем старый асфальт. Как вы видите, уже эти работы завершены. Дальше идет одежда самой дороги. Задействованы 30 единиц техники. Порядком 20 человек в данный момент. По увеличению объема работы будем увеличивать людей. Снова транспорт сможет ездить по этой улице в начале осени. Объект планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Начинается работа и на других участках дорог. Всего в этом году отремонтируют около 100 городских улиц. Из республиканского бюджета на эти цели выделили почти 14 миллиардов тенге. Строже обещают следить и за качеством ремонта. Состояние городских дорог часто критикуют актюбинцы. Поэтому к мониторингу за качеством строительства будут привлекать общественность. В текущем году нами уже заключен договор на лабораторию. Это национальная компания дорожных активов, которая с текущего года начинает проводить исследовательские работы по дорожному строительству. Начиная с завоза материала до завершения работы. Ранее данная компания только работала на дорогах из республиканского значения. К слову, в настоящее время две компании по решению суда уже обязали переделать некачественный ремонт дорог в областном центре. Еще три таких материала в случае, если подрядчики не устранят недочеты добровольно, направят в суд в ближайшее время. Наталья Салькова, Инадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24.